В Алекминске провели третий ежегодный конкурс «Будущий дипломат». Муниципальный этап за годы проведения дал хорошие результаты, утверждают организаторы. К примеру, один из победителей конкурса прошлых лет сегодня обучается в МГИМО. Но кроме этого, соревнование дипломатического мастерства помогает участникам лучше узнать историю страны и мотивирует их к дальнейшему развитию. Подробности далее. 16 подростков приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Будущий дипломат». Уровень подготовки ребят показывает неплохие результаты. Основные параметры требований – углубленное знание истории, развитая и хорошо поставленная речь, умение обоснованно отстоять свою точку видения ситуации. Ну и, конечно, стиль письма. Не обойтись претендентам и без качественного уровня иностранного языка. В целом ребята не испытывали сложности, скорее интерес. Сложно, конечно. Вопросы такие не для школьного уровня. Разбирая тему, в любом случае можно было ответить на все. Сложности особых таких не вызвало ничего. Артем принимает участие второй год. Уверен, его навыки пригодятся ему в любом случае, как и опыт конкурса. Дебаты во всяком случае нужны. Ведь каждый человек должен оставить свою точку зрения, поддерживать его всяческими аргументами. И уметь доказывать, уметь убеждать людей, что его версия верна. Рашид учится в седьмом классе. С будущим своим твердо пока не определился, но убежден. Если выберешь цель, ее можно достичь. Мне кажется, что люди изучать начинают даже в 30 лет. И если я с детства уже начал этим заниматься, хотя бы представлять, что это такое есть, то, естественно, успею. Шесть участников по итогам конкурса будут участвовать уже на уровне республики. Но главное – это не только победа, убеждены организаторы. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Олег Минск.